Эта неделя завершился высокогорный молодежный форум Махар-2023. Данная площадка, грантовая, кстати, стала в этом году всероссийской. И сегодня у нас в гостях присутствует проректор по молодежной политике Карачаево-Черкесского государственного университета Расул Динаев. Данный университет стал одним из организаторов прошедшего форума, а также победителей прошедшего грантового конкурса. С ними более подробно мы поговорим о том, какой выдалась неделя в высокогорье Карачаево-Черкесии. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Расул, начнем, наверное, все-таки с тебя. Ты по совместительству, помимо того, что являешься проректором по молодежной политике, также был и директором прошедшего форума. Как я уже сказала, в этом году данный форум получил статус всероссийского. В прошлом году это был окружной форум. Скажи, пожалуйста, какие возможности данное событие открыло для форума в целом и для участников его в том числе? И как, в принципе, на твой взгляд, прошла неделя в горах Карачаева-Черкесии? Спасибо, Мадина. Неделя прошла очень быстро, была очень насыщенная программа. Для участников нашего форума была подготовлена образовательная программа по трем основным направлениям. Это студенческий и молодежный туризм, социальное проектирование и креативные индустрии. Были спикеры, самые лучшие в этом деле, можно сказать. Не просто теоретики, мы старались приглашать именно практиков, особенно в направлении туризма, людей, которые непосредственно занимаются этим видом деятельности. А также для участников у нас была подготовлена спортивная программа. В течение всей недели у нас было шесть команд, они соревновались в таких видах спорта, как футбол, волейбол, троебори, этноспорт, стрельба из лука, перетягивание каната. Все участники были заряжены на результат и было очень ярко на наших спортивных мероприятиях. Также была подготовлена культурная программа. На открытии у нас выступила команда ребят. Получается, в прошлом году у нас первый раз в рамках форума «Махар» состоялась грантовая площадка. И один из победителей, Мадина Лапанова, участники проекта «Музыка улиц» выступили перед участниками-организаторами «Махар-2023». Это было очень символично, ярко, красиво. Также у нас в течение всей недели ребята готовили свои творческие номера на закрытие форума. Это можно сказать, что за неделю без интернета, без связи было подготовлено очень много ярких номеров, начиная от театра теней, завершая авторскими песнями. Мне очень понравилось закрытие, на котором выступили наши команды. Ну и, конечно же, традиционно у нас была подготовлена экскурсионная программа. Каждое утро у нас, у наших участников, утро начиналось с 7 часов. В горах много спать нельзя. И у них на выбор было либо пойти на утреннюю зарядку, которая, между прочим, тоже каждый день, каждое утро начиналась с одним из известных спортсменов. Или же на выбор пойти на нарзанные источники. Большая часть предпочитала такую достаточно нелегкую прогулку часовую до нарзанных источников. И, конечно же, для всех наших участников мы организовали походный день. Посетили высокогорные водопады в Гондарайском ущелье. И по отзывам участникам этот походный день был тоже очень ярким, насыщенным и всем понравился. География и формат форума достиг всероссийского формата. Более 180 участников у нас было. И география – это весь СКФО. И также были ребята-участники из многих регионов нашей большой страны. Важным событием на форуме стал грантовый конкурс, который проводится уже второй год подряд. Вот хотелось бы узнать, как прошло, много ли заявок поступило, какие проекты, в общем-то, были победителями. И ты, опять-таки, как человек, который был директором форума, что бы ты мог сказать, растет ли с каждым годом, может быть, качество проектов, которые представляют ребята на конкурс? Ну, у нас действительно, вот в прошлый год, если с ним сравнивать, увеличился грантовый фонд, увеличилось количество заявок. В этом году у нас было 48 заявок на грант, из них 25 были допущены к защите, и из них 8 стали грантообладателями. Стоит отметить, что эксперты Федерального агентства по делам молодежи отмечали хороший уровень подготовки проектных заявок. Но нам есть куда расти, к чему стремиться, и на следующий год, если все получится, мы будем подаваться еще раз на грантовый, ну, как грантовая площадка совместно с Министерством по делам молодежи, и будем, как бы, просить грантовый фонд увеличить. Потому что в этом году мы, как бы, вот, все показатели, которые на нас были, мы их выполнили, и, как бы, есть, как бы, зона роста. Да, да. Насколько я знаю, среди победителей были ребята из разных регионов России. К сожалению, пригласить кого-то из них мы не смогли, но зато сегодня у нас присутствуют ребята-победители из Карачаева, Черкесии. И сегодня вот с нами в студии Расул Урусов, это автор проекта под названием «Все в твоих руках». Звучит достаточно так, мотивационно. Расул, хотелось бы рассказать нашим телезрителям, в чем суть твоего проекта, на кого он направлен, и каких результатов ты ждешь от его реализации. Ну, проект мой называется «Все в твоих руках», как вы и сказали. Он связан со спортом, непосредственно с армрестлингом. Я сам представитель армрестлинга. Ты не просто представитель армрестлинга, да? Вот хотелось бы пояснить нашим телезрителям, что ты чемпион по армрестлингу, да? Ну, то есть в прошлом ты прям профессиональный спортсмен. Да, я в прошлом занимался спортом, сейчас я тренирую. И мой проект направлен на развитие спорта, на популяризацию спорта и для создания альтернативных площадок для самореализации ребят через спорт, в частности, через армрестлинг. А вот в рамках проекта как ты планируешь популяризировать данный вид спорта? То есть вы будете об этом рассказывать или показывать, приглашать на мастер-классы? Как это будет выглядеть? Это все будет проходить вкупе. У нас будет и мастер-классы. Будет около 10 спортивных мероприятий в 10 школах как Карачайского района, так и Карачайского городского округа. На этих спортивных мероприятиях ребята могут проявить себя не только в соревновательном процессе, они могут пообщаться также с представителями нашего вида спорта. У нас одна из сильнейших сборных в республике, не только по России, но и в мире. Каждый год наши ребята это доказывают. Или молодые ребята могут воочию увидеть таких звезд армрестлинга, пообщаться с ними и замотивироваться для дальнейших занятий спорта. Ну и такой вопрос, когда планируется начало реализации данного проекта? И где, допустим, потенциальные участники могут узнать более подробно, может быть, когда начнется реализация? Мы собираемся начать с октября месяца. То есть в ближайшее время? Да. Проект будет проходить в течение 11 месяцев. Мы проведем агитационную программу. Ребята узнают, что у каждой школы будет свой отдельный чемпионат. Уже финальный этап данных мероприятий будет проходить в Карачаево-Черкесском государственном университете. Так как после мероприятия мы планируем менторское сопрововедение победителей. Это при поступлении в ВУЗ. И в дальнейшем собираемся принимать непосредственное участие в их спортивной судьбе. То есть, уважаемые телезрители, вы можете следить за новостями в информационном поле Карачаева-Черкесии, где станет известно, когда и где можно будет принять участие. Правильно? Да, правильно. Что ж, Расул, спасибо за такой подробный ответ насчет своего проекта. Хотелось бы перейти к другому нашему гостю, Фатима Бесилова, автор проекта «Счастливы вместе». Фатима, тоже название такое достаточно яркое, цепляющее. Давай расскажем нашим телезрителям, чему посвящен твой проект и на кого он, собственно, направлен. Мой проект «Счастливы вместе» направлен на обучение студентов первых и вторых курсов. Это Северо-Кавказская государственная академия. Именно о психологии поведения мужчин и женщин, о гендерных их ролях, семейной системе. Что, в свою очередь, она, конечно же, приведет среди молодежи к готовности к семейной жизни. Обращение к данной теме было связано с тем, что, как показывает Росстат, количество разводов значительно увеличивается с каждым годом. И понятие такой институт семьи, его нет в наших образовательных учреждениях. И, естественно, молодежи приходится проходить этот этап интуитивно, методом проб и ошибок. Вот. И мой проект «Счастливы вместе» в рамках проекта, он будет проходить в виде интерактивных мастер-классов, где студентам будут показываться видеоролики из советских кинофильмов и спектаклей, где будут разыгрываться семейные конфликтные ситуации. И после просмотра таких видеороликов, и таких будет восемь в течение двух часов, а всего занятий — шестнадцать. После просмотра студентам будет предлагаться обсуждение этих конфликтных ситуаций, то есть как можно было бы их решить или избежать. И после просмотра уже привлеченный психолог, он дает свое экспертное заключение. И также в рамках проекта будут подарены всем студентам брошюры «Счастливы вместе» о пройденном материале. И также еще будут записаны десять подкастов, где гостям вместе с психологами, они будут обсуждать различные такие стандартные психологические семейные проблемы. И вот это все будет реализовываться в течение года. В принципе, это все про проект. А скажи, пожалуйста, почему ты вообще выбрала вот такую целевую аудиторию, первый-второй курс? Ну, это, в принципе, молодежь стандартная, где вот это 17-18 лет, где уже, в принципе, человек задумается о семье. Поэтому я поняла то, что первый-второй курсы — это оптимальный вариант. Как раз-таки перед тем, как создавать, собственно, чтобы они прошли такой мини-тренинг. Что ж, в принципе, ребят, спасибо большое, Фатим, за твой рассказ о проекте. Очень интересные идеи. Я уверена, что они найдут отклик в сердцах молодежи Карачаевой Черкесии. Я желаю вам успехов в их реализации. Наше время, как бы, оно завершается. Но, тем не менее, в конце хотелось бы узнать. Расул, расскажи, пожалуйста, каким ты видишь следующий махар? Чего бы тебе хотелось, может быть, добавить, что-то привнести? Или, может быть, сохранить, наоборот, с прошлых лет? Очень хороший вопрос, Мадина. Потому что этот вопрос очень часто на встречах с министром по делам молодежи, с ректором Карачаево-Чешкесского госуниверситета поднимался. Участники интересовались, что ждет махар в будущем. И, наверное, здесь очень важно, как привносить что-то новое. Ну и, конечно же, сохранять те традиции, те важные, сформированные годами за 15 лет истории форума, традиции форума. И вы знаете, да, что форум проходит под гидой «Высокие горы, высокая нравственность». И, несмотря на то, что мы планируем расширять географию, даст Бог, он станет, может быть, в следующем году, может быть, в ближайшем будущем международной площадкой. Мы хотим, чтобы это была такая площадка, где ребята, которые приезжают к нам со всей страны, с других субъектов, с других стран, они видели именно культуру поведения, культуру взаимоотношений народов, населяющих Карачаево-Черкесскую республику. Это карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев. Вы знаете, очень было приятно, когда ребята приехали и презентовали фильм, который был снят у нас в республике «Испытание аулом». И меня переполняла гордость за то, что у нас есть такой вот очень яркий, красивый фильм, который сняли наши ребята. Очень радовало, как ребята из общественной организации «Алашара», представители общественной организации «Алашара», как они там командно держались, как они интегрировались в яркие такие проекты, представители этой организации, студент Карачаево-Черкесского госуниверситета, Стимир Напшев, утром проводил зарядки, он является таким фитнес-блогером, достаточно, может быть, не сильно известным, но имеющим большой потенциал, и у него тоже такой яркий проект, связанный со спортом и с пропагандой здорового образа жизни. К сожалению, на грантовой площадке «Алашара» он не получил поддержку, но министр по делам молодежи обещал, что он поддержит этот проект, доведет его до реализации, и также Карачаево-Черкесский государственный университет будет помогать реализовать данный проект в будущем. Ну, я вот думаю, что он будет расти, развиваться, но и при этом оставаться таким же душевным, очень запоминающимся для участников форумом, на котором приятно проводить время. Что ж, спасибо большое за интересную беседу, я хотела бы поблагодарить каждого из вас. Расул, я желаю успехов в новом «Махаре-2024» уже, я думаю, что вы уже строите какие-то планы, и зная команду организаторов, я уверена, что у вас все получится. Спасибо большое за то, что вы пришли. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и увидимся совсем скоро.